А это вообще знак равенства, вор и не патриот, если ты владеешь чем-то там за пределами страны? Вы знаете, я вообще отношусь к этому достаточно спокойно, потому что в ситуации, когда власть единая Россия, в ситуации власти единая Россия, то нормальный человек, естественно, пытается убежать, потому что это ситуация такого тихого террора по отношению к нормальным людям, в каждой точке. А разворудование... Меня больше интересует патриотизм, о котором нам здесь так красиво говорят. Вот квартирка в Болгарии, это нельзя. Хотя закон разрешает, но нельзя. А вот гражданство израильское, учреждение этой федерации, это нормально. С другой стороны, это самый честный член единой России. Каждый год голосуют за бюджет. Бюджет Российской Федерации предусмотревает поддержку финансовой системы Соединенных Штатов Америки, финансовая система Евросоюза за счет денег налогоплательщиков Российской Федерации. Потому что триллионы рублей, сотни миллиардов долларов направляются на поддержку финансовой системы Соединенных Штатов и еврозоны каждый год. Эти люди принимают эти законы. При этом рассказывают нам о патриотизме, о борьбе там с чем-то. Обратите внимание, на 12 лет рассказывают о борьбе с коррупцией. Очень правильные слова произносят. Я под этим готов подписаться. Скоро скоро у нас вся государственная машина работает на благо Соединенных Штатов Америки. Откуда тогда появляются там документы под названием Акт Магнистского? Ну потому что... Потому что если у вас есть посудомойка, если у вас есть человек, который приходит вам, ну как ваша прислуга. Если у вас есть прислуга, то вы не позволяете этой прислуге вытирать обосвудие. Вы только что Россию с прислугой сравниваете? Нет, я сравниваю Едину Россию. Вы того сравниваете с прислугой? Я сравниваю тех, кто голосует за преступные законы. И тех, кто является адвокатами тех, кто голосует за преступные законы. Вы только что Россию сравнили с прислугой? Не надо врать. Вы подтасовываете. Вы уже объединили четырех человек. Вы объединили уже четырех человек, сказали, что здесь все миллиардеры. Вы только что сказали. Докажите, пожалуйста. Говорили о Сихаиле. Нет, правда. Я говорю о Единой России, как о прислуге Соединенных Штатов Америки. потому что она принимает преступные законы. Мы сейчас прервемся ненадолго, и сразу после этого право голоса получат наши эксперты. Говорим о том, как победить коррупцию в рядах чиновничества и депутатов в Российской Государственной Думе.